Всем привет! Вы на канале профифутбол. В этом видео покажу вам 5 способов, или если можно так назвать, финтов, с помощью которых вы сможете обыграть соперника, находясь к нему спиной. Вообще игра спиной очень важна в футболе, особенно для атакующих игроков. Я думаю сделать отдельное видео о том, как правильно футболисту играть спиной к чужим воротам, где разберу наиболее частые ситуации, которые встречаются в матче, и покажу, как и где нужно было правильно сыграть. Как вам такая идея? Если нравится, то обязательно поддержите это видео лайком. Спасибо, а теперь давайте начинать. Итак, первый финт довольно популярный. Особенно часто его используют такие игроки, как Суарес, Месси, Азар, Неймар. В общем, те, кто хорошо владеет своим телом. Итак, когда вы знаете, что позади вас есть небольшая свободная зона, и на вас идет не сильный пас, то вы просто делаете движение навстречу мячу, как будто собираетесь его принять. Например, вот так. А на самом деле его пропускаете, и начинаете ускоряться в противоположную сторону. Очень часто этот финт используют при игре перед воротами, когда позади вас есть пространство, и защитник находится чуть сбоку. Тогда вы можете тут же пробить по воротам. Либо же, если видите, что соперник может успеть и выставляет ногу, чтобы накрыть ваш удар, можно убрать его на замахе. Либо же, этот финт также часто используют перед штрафной площадью, но когда пас идет на вас сбоку. А Суарес так часто играет либо при длинной верховой передаче, либо когда ему кидают мяч из аута. Только помните, что чтобы этот финт получился, пас должен идти не прямо в вас, а чуть в сторону. Ну и также очень важно в исполнении этого финта то, чтобы защитник при передаче на вас начал двигаться за вами. И тогда вы можете поймать его на противоходе. Следующие два финта для быстрых игроков в тот момент, когда перед вами открывается большая свободная зона. Происходит это чаще всего на фланге. Первый самый простой. Просто пропуск мяча себе в ход и ускорение. То есть это может быть как открывание с центра во фланг, когда за вами движется защитник, так и простой пропуск мяча на фланге с перешагиванием через него и оббеганием соперника с внешней стороны. Этот способ обыграть рассчитан больше на неожиданность и дальнейшую скорость атакующего игрока. Второй финт из этой серии более редкий и требует определенного технического мастерства. Выполняться он может, когда у вас нет прям так много места, как с пропуском мяча. Но все же оно есть. Но, например, в середине защитника страхуют. Также, чтобы этот финт получился, на вас должна идти либо сильная передача, либо средней силы. Тогда вы подставляете ногу так, чтобы мяч попал в ее внешнюю, при этом ударяя его чуть вбок, чтобы соперник не достал мяч, и обязательно подкручивая его назад. После чего вы быстро оббегаете соперника с другой стороны. После удара об землю мяч должен резко ускориться в ту же сторону, куда шла передача. Вот тогда финт получился. Следующий способ обыграть очень часто используют инъеста. Это простой прием с разворотом и дальнейший уход в одну из сторон. Его можно выполнять тогда, когда вы находитесь на каком-то расстоянии от соперника. То есть, если соперник будет слишком близко к вам, и вы развернетесь, он может успеть выбить мяч. А когда он, находясь на каком-то расстоянии, бежит на вас, а вы уже развернулись, то вы просто уходите внешне в сторону, и он пролетает. Но чаще всего соперник бежит в ту ногу, у которой вы контролируете мяч. Поэтому тут будет эффективен как раз финт, который часто использует инъеста. Переброс ноги на ногу. Если же соперник просто остановится, то хорошо, вы уже развернулись, видите поле и можете играть по ситуации. Четвертое – это простой уход. Либо во внешнюю сторону, либо во внутреннюю. Но чаще всего уходят в противоположную сторону от той ноги, которой принимаете мяч. Почему? Кто знает? Напиши, если знаешь в комментах. А все потому, что защитники обычно находятся больше с той стороны от соперника, в какую ногу идет мяч. Поэтому игроки атаки стараются уходить в противоположную сторону. И когда мяч идет направо, удобнее всего сыграть так. А когда налево, то сделать шаг влево и уйти внешний. Я не говорю, что никто не принимает, например, вот так. Нет, конечно принимают. Просто гораздо реже, чем так, как я показал вам раньше. Потому что чаще всего защитник находится ближе к мячу, и вероятность того, что он его отнимет, становится больше. И пятое – это хитрость. Как просто развернуться, когда вы принимаете мяч спиной к сопернику. Часто это используют на фланге. То есть, принимая мяч, вы просто кидаете его себе в сторону, при этом контролируя дальней ногой, и делаете ускорение. Как будто захотели ускориться и подать. А потом резко останавливаетесь. Делать замах или нет, зависит от того, где вы находитесь. Да, соперник, скорее всего, будет находиться наравне с вами, так как он будет ожидать такой уход в сторону. Но зато резкий старт заставит его, становившись, позволить вам развернуться. А там вы уже можете использовать разные другие финты. Но в комментариях напишите, каким финтом вы обыгрываете чаще всего, когда находитесь спиной к воротам. Но на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok